Семья переселенцев из Луганска воспитывает тяжелобольного сына. У мальчика сложная форма аутизма. Правильный диагноз установили только недавно. И для лечения Дениса Пастушенко необходимы десятки тысяч гривен. Их у родителей просто нет. А без ежедневного приема лекарств ребенку становится хуже. Кто помогает семье, расскажет Татьяна Блинова. Первые симптомы болезни у Дениса Пастушенко врачи заметили в 4 месяца. Сначала лечение давало результаты, но в полтора года после прививки состояние мальчика ухудшилось. Диагноз медиков – задержка развития. Ребенок перестал откликаться на свое имя и разговаривать. Но самым страшным, признается мать, было другое. Мы перестали одеваться, раздеваться. Было невозможно. Это постоянные истерики. Не могли бы вывезти на улицу к детям, он не подходил. Всегда стоял в стороне, просто смотрел, наблюдал. А если детки к нему подходили, он начинал на них рычать и кидаться, кусаться. На истерике медики посоветовали реагировать так. Обратились в больницу, нам сказали, попробуйте дедушкин способ. Когда начинают кричать, вы начните напугать их. А дальше была война. Улицу в Луганске, где жили Пастушенко, разбомбили. Семья с двумя детьми переехала в Кривой Рог. И только тут родители узнали, что у их сына другой диагноз. Не задержка развития, а тяжелая форма аутизма. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Здорово. Внимательно. Му-му-му-му. Му-му-му. Ложи. Корова. Не слышу. Корова. Аутисты очень хорошо обучаем. Обучение, обучение, но обязательно надо поддерживать их медикаментами. Всегда. Все эти лекарства для Дениса ежедневно он принимает по несколько таблеток. Самые дорогие препараты мы храним в холодильнике, так как их нужно поддерживать в определенной температуре 2-8 градусов. Приобрести необходимые медикаменты семье Пастушенко не по силам. Некоторые стоят от 4 до 8 тысяч гривен. Чтобы не прерывать курс лечения сына, отец берется за любую работу. Сейчас занимается частным извозом. По первому времени, конечно, было тяжело, потому что города не знаешь. Приехал, и как в анекдоте. А покажите, куда или как проехать. Поддержал семью гуманитарный штаб Рината Ахметова. Приобрел для Дениса дорогие лекарства. Это действительно помощь. Помощь колоссальная. Без этой помощи, я не знаю даже, как бы тогда что. Благодаря тому же самому церебракурину и инфломафертину, который нам купил Ринат Леонидович, это идет именно его мозговая деятельность, как бы именно умственное развитие. Респалепт, на котором сейчас мы сидим, он выравнивает поведение ребенка. Оно гасит его агрессивность. За время работы штаба Ахметова помощь в лечении и шанс на нормальную жизнь получили 2292 человека. Из них 1655 – это дети. Татьяна Блинова, Татьяна Полякова, События, Канал Украина.